В России начались продажи подзаряжаемого гибрида Skywell HTI. Среди заявленных характеристик особое внимание привлекают две. Во-первых, запас хода больше 1200 километров, а во-вторых, средний расход топлива 0,8 литра на сотню километров. Наши клиенты, которые смотрели в сторону электроавтомобиля, но переживали по поводу инфраструктуры и невозможности совершать длительные путешествия, получат отличную альтернативу и смогут приобрести себе автомобиль, который полностью отвечает их запросам. Как и следовало ожидать, обе цифры соответствуют действительности, но с рядом оговорок. Например, максимальный пробег замерен по испытательному циклу WLTP, который хоть и честнее старого цикла NEDC, но всё же не гарантирует полного соответствия в реальной жизни. Впрочем, Skywell уверяет, что заряженной батареей и полным бензобаком машина проедет более тысячи километров, а это более чем достаточная автономность, даже по российским меркам. Похожая история с расходом бензина, менее литра. Он действительно достижим, но лишь когда батарея заряжена и ДВС, по сути, крутится на холостых оборотах. Кстати, о режимах движения. Кроссовер оснащён технологичным подключаемым приводом, разработанным компанией BYD. Установка вроде бы простая, но в то же время изощрённая, способная работать в нескольких режимах и заставлять бензиновые и электрические моторы работать как вместе, так и по отдельности. Что касается моторов, то двигатель внутреннего сгорания объёмом полтора литра в российской версии развивает 103 лошадиные силы и 135 ньютон-метров. Пару ему составляет электромотор мощностью 176 лошадиных сил. Именно этот узел большую часть времени вращает колёса, тогда как ДВС служит генератором. С батареями ситуация интересная. Для плагин гибрида они довольно большие. В комплектациях попроще кроссовер комплектуется менее ёмким аккумулятором, зато благодаря меньшей массе такие машины чуть динамичнее. Топовая комплектация Luxury дольше разгоняется до сотни, зато снабжена батареей почти на 33 киловатт-часа. В базовой комплектации Comfort гибридный кроссовер предложен за неполные 4 миллиона рублей. Версия Premium дороже на 450 тысяч, но в ней на 4 подушки безопасности больше, плюс есть вентиляция передних кресел. А старшая комплектация Luxury с увеличенной батареей стоит 4 миллиона 790 тысяч.